Привет, друзья! Сегодня у нас с вами вот такая вот головоломка, ребус своего рода. Мы уже таких много с вами перерешали. Это такой уровень средненький. Не сильно лёгкая задача и ещё не самая сложная. Как обычно, условия стандартные. Разные буквы – это разные цифры. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры. Не могут быть две разных буквы обозначать одну и ту же цифру. Ну, это понятно. Теперь ставьте на паузу, друзья, и давайте решать. Я предлагаю начать с того, чтобы вообще понять, что у нас тут происходит. А происходит у нас вот что. У нас два пятизначных числа дают сумме тоже пятизначное число. А значит, каждое из вот этих двух пятизначных чисел, а тем более они у нас одинаковые, не может быть больше 50 тысяч. Потому что если каждый из них будет больше 50 тысяч, у нас в сумме получится 100 тысяч и больше. А это уже шестизначное число. А у нас вот тут единички нету перед t. А чтобы у нас в сумме получалось пятизначное число, значит, каждое из этих чисел должно быть меньше пяти тысяч. А значит, вот мы уже приближаемся к ответу и пишем, что d точно меньше пяти. Теперь давайте смотреть с вами на вот эту вот интересную конструкцию. a плюс a равно a. Как такое может быть? Ну, разве что 0 плюс 0 равно 0, да? Потому что 1 плюс 1 уже будет 2. То есть какое-то другое число должно получаться в сумме. Но 0 плюс 0 нам не подойдет. Почему? Потому что вот тут еще есть a плюс a равно r. И многих вот этот момент ставим в тупик. У нас и там, и там сумма a и a, но при этом ответы получаются разные. Тут a, а тут r. А a и r не могут обозначать одну и ту же цифру. Они должны обозначать разные цифры. Как же такое может быть? Только в одном случае, друзья. Когда у нас в одном случае есть переход через 10, а в другом случае нет перехода через 10. Но очевидно, что вот тут нет перехода через 10, потому что нет куда взять, взяться дополнительные единички. Мы до этого ничего не складывали. Поэтому все логично, а плюс a равно r. То есть два одинаковых числа, прибавляем, получаем какое-то другое число. А вот тут, очевидно, у нас есть еще вот эта единичка в уме, которая приходит вот сюда из суммы m плюс m. То есть, если мы складываем m плюс m и получаем какое-то двузначное число, а максимум мы можем получить 18, если m равно 9, да, то 8 мы пишем, а единичку держим в уме. И вот потом, когда мы складываем a плюс a, мы добавляем еще вот эту единичку, и у нас должно получиться опять a. Вот давайте смотреть, в каких случаях это возможно. Ну, 0 плюс 0 я уже сказал, что нам не подойдет из-за вот этого случая, да, потому что 0 плюс 0 равно 0, тогда вот тут должна была быть a, а тут у нас r, поэтому это не наш случай. 1 плюс 1 равно 2. Если мы прибавим еще вот эту единичку в уме, мы получим 3, но никак не 1. 2 плюс 2 равно 3. Если прибавим единичку, получим 4, а не 2. То есть тоже нам не подходит. 3 плюс 3 это 6, плюс 1 это 7. 7 не равно 3. 4 плюс 4 это 8, плюс 1 это 9. 9 не равно 4. 5 плюс 5 равно 10. Нолик на конце. Прибавляем единичку, получаем 11. Но не 5. 6 плюс 6 это 12. Плюс 1 это 13. 3 на конце, а должно быть 6. Тоже не наш случай. 7 плюс 7 равно 14. 4 на конце плюс 1 это 5 на конце, но не 7. 8 плюс 8 это 16. Плюс 1 это 17. Заканчивается на 7, а не на 8. А вот 9 плюс 9 это 18. Если мы прибавим еще единичку, то мы получим 19. То есть на конце будет тоже 9. Тут 9. Вот так вот пишу. Плюс 1 равно 19. И тут 9. То есть как раз А, А, 9, 9, 19. Отлично. А равно 9. Сразу давайте... Ну давайте не буду тут исправлять, запишу рядышком. Вместо А девяточка. Еще раз то же самое. И вот тут мы тоже получаем девяточку. Но мы получили 19, а не 9, да? Поэтому тут я пишу сразу единичку в уме. Ну и тут у нас, кстати, тоже была единичка в уме, поэтому тоже ее пишу. А вот тут 9 плюс 9. 18 получается, да? То есть вот тут пишу 8. А вот тут 1 в уме. Что у нас вместо восьмерки? Буковка R. То есть R равно 8. Давайте зеленым ее тоже напишу. Но где у нас еще есть R? Еще у нас есть R вот тут. То есть вот тут я тоже напишу вместо R восьмерки. Здорово. Уже мы близки к ответу, да? Дальше давайте. 8 плюс 8 это 16. Да еще у нас был 1 в уме. Значит 17. 7 пишу, 1 в уме. Значит E у нас равно 7. Если, друзья мои, вы решили вот до этого момента, считайте, что половину задачи вы решили. Вообще самое сложное, это было догадаться, что A равно 9. То есть понять, да, что вот в одном месте у нас есть переход через десяточку, поэтому у нас имеет место быть вот такая конструкция A плюс A равно A. А тут A плюс A равно R. Но вот теперь, когда мы добрались до вот этого момента, мы смотрим на еще одну вещь. Вот тут у нас T. Должен быть театр. Я M написал по ошибке. Момент такой. Смотрите, у нас тут D плюс D равно T. И M плюс M равно T. При этом помним, да, у нас и тут есть единичка в уме, и тут есть единичка в уме. То есть, по сути, мы имеем более затруднительную ситуацию, чем вот тут была. Тут у нас, по крайней мере, мы понимали, что в одном месте есть переход через десятку, в другом месте нет. Тут же у нас везде есть единичка в уме, то есть и тут, и тут есть переход через десятку. Мы должны получить одно и то же число, при этом складываем мы разные числа. Понятно же, да, что по условию D и M это разные числа должны быть. Но! И тут есть решение, друзья мои. Смотрите. Когда мы складываем M и M, у нас, очевидно, получается двузначное число. Потому что вот сюда идет единичка. А когда мы складываем D и D, у нас вот сюда не идет единичка. И тут у нас единички перед T нет. То есть, складывая D и D, и прибавляя единичку, мы должны получить однозначное число. То есть, максимум 9. Но даже 9 мы не можем получить, потому что 9 уже используется. И 8 мы не можем получить. и 7 мы не можем получить. Давайте думать, что это может быть. 0 и 0 может быть? Не может, потому что число у нас не может начинаться с нуля. Единичка может быть? Ну, теоретически может, да? 1 плюс 1, да еще плюс 1, это 3. То есть, D может быть единичкой. Тогда мы что получаем? 1 плюс 1, да еще плюс 1. 3. Тогда T равно 3. Ну, вот тут у нас тоже T. Тоже должно быть равно 3. Значит, когда мы складываем дважды M, да еще прибавляем единичку, на конце тоже должна получиться тройка. Смотрим, что из этого всего подходит нам. Ну, тут заканчивалось на двоечку, плюс единичка, и мы получали 3 на конце. Ищем, где еще заканчивается на двоечку. Ну, вот, конечно, 6 плюс 6 равно 12, плюс вот эта единичка, которая в уме, получаем 13. Тоже заканчивается на троечку. Замечательно. Значит, M равно 6. Ну, и, собственно, все. Задача решена. Остается только сделать проверку. Давайте попробуем. 9 плюс 9, это 18. Действительно, 8 пишем, 1 запоминаем. 6 плюс 6, это 12, да, 1 в уме, это 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 9 плюс 9, это 18, да, 1 в уме, это 19. 9 пишем, 1 запоминаем. 8 плюс 8, это 16. Плюс 1 в уме, это 17. 1 плюс 1, да, 1 в уме, это 3. Вроде бы все сходится, но пытливые умы сейчас скажут. Вот мы нашли с вами, что D равно единичка. Подошло, и мы сразу сдались. То есть, как бы все сказали, мы нашли ответ. Но ведь может быть такое, что ответа 2 или 3. То есть, может быть, есть и другие варианты. Ну, давайте проверим, чтобы убедиться, что других вариантов нет. Смотрите, если мы берем D равное 2, ну, допустим, да, D равно 2. Тогда что мы получаем? Тут 2, тут 2, в сумме 4 плюс 1 в уме 5. Нормально. А кто тут написал тройку, ребята? Вы не знаете? Кажется, я, да, что-то тут накосячил. 2 плюс 2, 4, конечно. Когда мы прибавляем единичку, мы должны получить 5 на конце. И вот тут у нас тоже должно получаться 5 на конце. И получится. В том случае, если M будет равно 7. То есть, еще плюс 1, получается 15. И тоже пятерочка на конце. Но M не может быть равным 7, потому что у нас 7 зарезервировано за буквой Е. И то же самое мы получим с вами, если D будет равно 3, 4. Ну, а 5 и больше оно не может быть равно. То есть, D равное 2 не вариант, D равное 3 не вариант, D равное 4 не вариант. И единственное, что нам подходит, это D равное 1. То, что мы и записали с вами, друзья. Других решений и вариантов здесь нет и быть не может. И мы это только что с вами доказали. Надеюсь, что мой разбор был понятен. Что все стало на свои места. Ну, если так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой телеграм, друзья. И я жду вас в своих новых видео. Пока. До новых интересных задач. И спасибо, что решаете вместе со мной и смотрите даже такие длинные видео.